Я хотел бы сейчас и реакцию на ваши слова дать еще одну реакцию посольства Соединенных Штатов в Украине. Покажите, пожалуйста, я процитирую. «Сполученные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы засудживаем насильство щодо полиции и журналистов, которое произошло сегодня рядом с Верховной Радой». Это вот Twitter посольство. Но они повторили мои слова. А вот теперь я хотел бы процитировать слова американского посольства, датируемые 30 ноября 2013 года. «Сполученные Штаты засудживают насильство над протестувальниками на Майдане на залежности, с кое на сегодня удосвита». Это когда у нас были массовые столкновения с Беркутом, Небесная Сотня и так далее. Вы, кстати, когда пришли на Пятый канал, вы об этом говорили. То есть вся эта история с мирными протестами, да, она закончилась, к сожалению, плачевно. Не на Пятый, наверное. На 112, я думаю. В 2013, а нет, на Пятый это в 2004, да, на 112, да. Вот эта история, и вы, и очень многие украинские журналисты пришли, говорили про мирные протесты, что да, действительно, это демократичное правовое государство, и если вам что-то не нравится, выходите. Но тогда, в 2013 году тоже были камни, булыжники, полили шины, и был Беркут, который исполнял приказы. Мы до сих пор, кстати, не знаем, превысили ли они свои полномочия или не превысили, кто расстрелял, и так далее. Я просто не могу понять разница между тем, что произошло в понедельник по вопросу земли, когда есть булыжник, да, когда трепанация черепа полицейскому, и вот то, что было на Майдане тогда, когда разгонял Беркут мирных протестующих. Вот вы видите отличие? Да. Расскажите. Когда Беркут разгонял мирных протестующих, эти протестующие были мирными. Когда Беркут озверело бил людей, убегавших из-под администрации президента, по-моему, как раз вот 30-го числа, не просто бил, когда каждый пробегающий считал своим долгом ударить человека еще раз, лежавшего, истекавшего кровью. Эти кадры можно показать, они есть. Вот это скотство.